Если ты гражданин Опять кандидат, посмотри на в глаза И закрой свой мандат Заверяли тебе, а ты врал много лет Применяя во всем свой ГБшный секрет Ты такой же, как я, человек, а не Бог Я такой же, как ты, ты, человек, а не Бог Здравствуйте, это программа «Гражданская позиция» Это наш 9-й блок Сегодня мы в гостях у портала Суперджоп Президент портала Алексей Захаров Недалее, как вчера, опубликовал открытое письмо Не кому-нибудь, а президенту России Я не могу утверждать, дошло ли это письмо до адресата Но то, что портал Суперджоп имеет более 8 миллионов пользователей И рассылка была им отправлена, и тут утверждать я могу Алексей, здравствуйте Я готов представить Алексей Захаров Здравствуйте Михаил Вестицкий Здравствуйте Алексей, я бы хотел попросить вас немножко рассказать о себе и о портале По себе я родился в Нижнем Новгороде Трудовую карьеру начинал докарин на заводе Гидромаш Обслужил в армии Со второго раза поступил в Институт международных отношений Работал в разных местах, в том числе в московских новостях Которые тогда еще были, московские новости гремели Мне очень повезло Потом основал компанию трейнеров девелопмент Которая занималась разработками в интернете Внутри этой компании появился портал Суперджоп Нам уже 12 лет Ежегодно больше миллиона человек находит работу с нашей помощью В базе у нас больше 8 миллионов резюме И больше 600 тысяч компаний-работодателей зарегистрированы на сайте Подбирают персонал с нашей помощью Алексей, в письме своем вы опирались на какие-то факты, цифры То есть, наверное, у вас есть какая-то организация, исследовательский центр Можете рассказать про это? В рамках структуры Суперджоп существует исследовательский центр На сегодняшний день это одна из самых мощных социологических слов в стране Мы ежедневно проводим исследования Бывает, что и 10 исследований разных мы проводим в течение дня У нас существует собственная нами разработанная технология Которая позволяет очень быстро и очень качественно получать мнение населения Экономически активно практически по любому вопросу В том числе мы проводили исследования на тему конкуренции наших граждан На рынке труда с трудовыми мигрантами И полученные данные нас, мягко говоря, ужаснули Потому что в целом 18% самых низкооплачиваемых и низкообразованных наших граждан Заявили, что они испытывают прямую уже сейчас конкуренцию С приезжими в первую очередь в Средней Азии на рынке труда А в возрастных категориях до 25 лет То есть самые молодые и старше 50 лет То есть люди старших возрастов Эта цифра приближается к 25% И нам кажется, что это очень тяжелая и неправильная ситуация И что российские граждане, неважно, будь они низкоквалифицированные Высококвалифицированные Не должны конкурировать с приезжими на российском рынке труда При этом конкуренция среди высококвалифицированных людей Может быть была бы и благом И ничего тут страшного бы и не было Поскольку такая конкуренция, как правило, двигает экономику вперед И высокообразованные, высококвалифицированные люди Чтобы быть конкурентными На рынке труда они все время обучаются Они все время повышают свой и профессиональный уровень У них есть для этого и понимание, и возможности какие-то Но люди, которые таких возможностей не имеют И в этом, я считаю, в большей части нет их личной вины никакой Потому что кому-то повезло родиться в семье, которая могла обеспечить старт Родители занимались детьми, высшее образование Человек родился в крупном городе А у кого-то таких возможностей не было И это не беда человека Я вспоминаю, когда я служил в армии в Красноярском крае Значит, у нас во взводе, который, что называется, был целиком белый взвод Число 20 миллионов могли написать 7 человек Включая меня и командира взвода А остальные, это были русские люди Ну, был один армянин, один азербайджанец Причем как раз армянин и азербайджанец могли написать это число Вот они, вот раз, два, три, а дальше тьма Я спрашиваю, ребят, ну как же так? Умные же ребята, хорошие, мы вместе служили, дружили Подождите, а как вас учили? Ну как, как? Ну что у нас, глухая деревня Прислали молоденькую учительницу Ну, мы в школу пришли, там, два часа мелом покидались И разошлись Вот и вся учеба И, в общем, было такое И в советское время Далеко не везде Хорошо было с образованием Вот теперь эти люди на рынке труда Это мои ровесники И куда им? Высшее образование получать, извините При отсутствии среднего А кто их возьмет? Даже грузчикам на работу не возьмет сейчас Поэтому Тема серьезная Мы решили ее громко поднять При этом, на самом деле Толчком не было Вот непосредственно это исследование Потому что то же самое, что написано в письме Ну, как минимум, последние лет пять Я говорю с экранов телевизоров На страницах газет, журналов, интернете И очень не только я Поэтому мы все здесь Вот с кем я общаюсь Все думают одинаково Ну, скажите, вы правильно поняли Что такой большой въезд иностранных граждан К старбайтеров Впрямую влияет на экономику государству? Правильно? Да Впрямую влияет на экономику Я считаю, что он влияет самым отрицательным образом Потому что пока Вместо экскаватора Бизнес может использовать Сто человек с лопатами Он не будет создавать Те самые хорошие Высокооплачиваемые Рабочие места Мы не будем изобретать экскаватор Мы не будем производить экскаватор Мы движемся к чему-то такому Что мы забудем, как летать в космос Алексей Вы взрослый человек Не новичок в бизнесе И судя по тому, что мы сейчас про вас узнали У вас жизненный путь Действительно, с серьезным опытом И в бизнесе, и поджизненно Скажите, пожалуйста Какие ваши ожидания? Вы обратились с открытым письмом Вы обратились к никому попалу Вы обратились к президенту России Каковы были ваши ожидания? На что вы рассчитываете? Я рассчитываю, что все-таки власть Я в данном случае Обращаюсь к президенту Как к человеку, который эту власть олицетворяет Поменяет какие-то свои концепции Потому что есть концепция развития рынка труда В России до 2020 года Она комплексная Документы разные аспекты рассматривают В том числе, там есть часть, связанная с миграцией Я считаю, что она категорически вредна И как минимум, вот эту часть мне хотелось бы поменять При этом я понимаю, что проблема комплексная И вот часть, связанная с миграцией Это малая часть тех проблем Которые у нас есть на рынке труда Но если не начать вообще никакие решать Мы далеко не уйдем Значит, мне кажется, что Вот это простейшая проблема Которую мы можем решить Потому что вопросы образования Вопросы изменения структуры рынка труда Вопросы перестать бороться с безработицей И начать заниматься занятостью Это все, в общем, более серьезные, более сложные вопросы Ну, которые, опять же, понятно, как решать А открытое письмо, это, как я понимаю Обращение к президенту И все-таки информирование общества о том, что происходит Поскольку вот в обществе все говорят одно и то же Во всяком случае, я бы других мнений не слышал В том числе, общаясь с чиновниками Близкими к вершине власти Значит, мне показалось правильным Если вдруг вот мы возьмем И не каждый поодиночке А все вместе, все одновременно скажем одно и то же Может быть, вот завтра у нас Послание к федеральному собранию президента И вдруг мы завтра услышим что-нибудь Про изменения в политике То есть я не жду, что мы закроем границу с 1 января Это было бы идеальным решением Вряд ли на это кто-то решится Хотя вот, точнее нет, как-то Не вижу ничего, что могло бы нам помешать Алексей, а вы можете рассказать про свои политические взгляды? Да, могу Я монархист по политическим взглядам Поскольку я православный христианин Ну, было бы странно, если бы я сказал что-нибудь другое Не обязательно все православные христиане монархисты? Обязательно все православные христиане монархисты Просто по-другому мировоззренчески быть не может Поэтому если православный христианин не монархист в философском плане Ну, значит он будет монархистом Рано или поздно Алексей, такое серьезное письмо Такое грамотное, обстоятельное Многие его прочитали Обрадовались, что вы так скомпоновали Четко рассказали о своей позиции Это не всем, особенно чиновникам, понравится, я думаю В связи с этим не боитесь ли вы То, что будет на вас какое-то оказано давление Чтобы вы изменили свою позицию Или давление на бизнес, на вас Можете рассказать? Ну, вы знаете, мне за два дня позвонило Огромное количество моих друзей и чиновников И представителей силовых структур Все в общем с одним, мы поддерживаем Поэтому, что, вот почему Может быть какое-то давление Я что-то такое сказал Оппозиционное Или что-то, вот кто-то думает по-другому Покажите мне человека, который думает по-другому Потому что, вопрос какой Вот мы слышим каких-то экспертов Которые говорят Нет, вот нам нужны, значит, мигранты Еще что-то, да У меня вопрос, кто все эти люди Вот портал Суперджон за 12 лет работы Трудоустроил миллионы человек Через нас проходит огромное количество информации Наши сотрудники Действительно эксперты в рынке труда Ну, я там последний, как бы Потому что то, что я говорю В общем, не я придумал Вот та информация, которая ко мне Остекается от наших аналитиков От нашего исследовательского центра От нашего отдела по работе с клиентами Соискателями, ну, я это все обобщаю Но это я же не из воздуха беру Поэтому, ну, хорошо Вот мы все думаем одинаково Включая чиновников, включая министров Включая силовых министров То, что у кого-то нет пока возможности Думать одинаково и говорить двух Это разные вещи Ну, хорошо, снова Я вот почему-то мне даже кажется Что Владимир Владимирович Путин точно так же думает Другой вопрос Что есть разные эксперты Надо принимать решения какие-то экспертные Как бы не может Вот я же как руководитель Я слушаю своих сотрудников И прочитаю экспертами Они что-то рекомендуют Я говорю, да, мы так будем делать Или нет, мы так делать не будем Я принимаю решения Вопрос в экспертом Значит, если те эксперты, которые близко к людям Принимающим решения Они сильно больше эксперты, чем я Ну, замечательно Я допускаю, что я не самый умный И они видят чего-то такого Чего я не вижу Но пока, как бы, тех экспертов Которые высказывают противоположную точку зрения Ну, с моей точки зрения Ну, поучиться людям надо еще Как бы, да, что-нибудь сделать руками Как бы, помочь им покопаться в рынке Одно дело разной точки зрения А другая позиция Общая политика партии Да, у нас же как-то Ну, снова, что значит общая политика партии Ну, вот, 100% депутатов Единой России С которыми я эту тему поднимал Как бы, будь то федеральный уровень Или московский Они все то же самое говорят Да, и даже не я И они эту тему поднимают И говорят, что же делать-то Я говорю, ребят, давайте что-то делать В конце концов Ну, вы же власть-то, не я И в итоге ничего не делается Ну, да Делается с точностью до нормального Замечательно, вот, значит Там сотни тысяч перепостов Пошло где-то всего В интернете И не только в интернете Мне уже рассказывают Люди распечатывают И там где-то знакомые показывают У которых нет доступа в интернет Позвонили мне люди Которых я не видел 20 лет И связь давно утеряна Скажу, вау Ну, наконец-то Мы все об этом думаем Но когда вот 100% людей Которые звонят А мне могут разное Один мой товарищ Будучи крупным бизнесменом Сказал, вот, знаешь Я вот с тобой не согласен Как-то, да Потому что у меня работают И там у нас 30% Это, значит, фонд заработной платы И вот, да, вот, Роснефть Там, по-сообществу, может платить Столько Сколько люди наши хотят А мы вот не можем платить Это немножко другой вопрос Это другой вопрос Потому что Вот не будь их Смогли бы Я хотел вот выразить вам Своё почтение То, что вот Вы сделали такое письмо И вот в подтверждение Вашего экспертного мнения Мы со своей стороны В рамках экспертного сайта Оппозиции Ездили в Рязанское Высшее командное Десантное училище Тоже, так сказать С экспертизой Посмотреть, как там обстоят дела И вот в подтверждение Ваших слов Мы к своему ужасу Значит, посмотрели Рота Воздушно-десантная рота Идёт Там, да По улице Мы смотрим Это элита Всегда была элита Воздушно-десантных войсках Мы смотрим Идут К нашему Глубочайшему удивлению Из состава роты 70% Человек Это Кавказской национальности Я не против Кавказской национальности Да Но элита Российских войск Раньше никогда Такого не было То есть Проблема, которую Вы подняли Она Прямую касается И армии В том числе Была дикая дивизия Нет, была Да Но Вопрос взаимодействия Если Половина людей Не знают русского языка Это плохо И это элита Спецназ ВДВ И он ничего сделать Не может Между собой Поговорить Не может Какой же Это Это Непрофессиональный ответ Это программа Гражданская позиция Мы находимся В гостях У портала Суперджоп Беседуем с президентом Портала Алексеем Захаровым Алексей У нас состоялась Содержательная Я думаю Очень интересная Беседа Даже для наших зрителей От себя лично Могу сказать Так Что Очень многие люди Много что думают В России Кто-то основательно Кто-то безосновательно Кто-то имеет факты Подтвержденные цифры Кто-то где-то От кого-то слышал Но сегодня Не каждый способен Так громко заявить то Что заявили вы вчера В вашей статье Примите от нас Наше уважение Спасибо Всего вам самого доброго Приглашайте Приедем еще Спасибо Удачи Всего доброго Спасибо Если ты гражданин Если ты президент Для тебя есть закон Для тебя есть запрет И скотны не воруют И не лги никогда Будь открытым для всех Отвечай за слова Восемь лет президент Ты опять кандидат Посмотри нам в глаза Ты закрой свой мандат Заверяли тебе А ты врал много лет Применяя во всем Свой ГБшный секрет Ты такой же, как я Человека не бог Я такой же, как ты Человека не лох Не дадим больше врать Не дадим воровать Мы свободный десант С нами Родина-мать Редактор субтитров А.Семкин